Добрый день дорогие друзья, с вами Юрий Пузыревский и в этом видео мы с вами поговорим на тему гипноза и транса, а точнее на тему скорее самогипноза. Давайте разведем немножко по сторонам оба понятия, что такое транс. Транс это состояние сознания, а гипноз это инструмент, где один человек с помощью определенных речевых стратегий помогает другому человеку погрузиться в транс. То есть гипноз это инструмент, а транс это состояние. И к записи этого видео меня подтолкнул вопрос, который я увидел в комментариях от пользователя Лаура Лаура. Она задает вопрос, вот может человек войти в транс сам и выйти из него не повредив себе? Давайте отвечать на вопрос буду опять же последовательно. Во-первых, может или не может? Точно может, потому что все вы и я в том числе регулярно это делаем самостоятельно. То есть когда человек сам погружается в транс, когда он читает книгу, например, когда он смотрит на огонь, на воду, на то как другие работают, когда человек погружен глубоко в себя и занимается, ну так сказать, мечтанием. То есть вот обычная мечтательность это так называемый повседневный транс и человек в него регулярно, множество раз в день погружается и это совершенно нормально и как вы понимаете вреда никакого это не приносит. Если говорить про углубленный транс, когда человек специально погружается в транс усиливая его, да, это уже можно назвать самогипнозом. Об инструментах, как можно погрузиться в транс я расскажу немножко позже, а сейчас я хочу больше поговорить о том, для чего нам это нужно и как мы можем это использовать. На самом деле, как говорил Милтон Эриксон, что сам по себе транс он уже терапевтичен, потому что во время состояния транса у нас структурируется информация, которая поступает к нам за день, да, и это нормально и это хорошо, что мы погружаемся в транс. Но состояние транса можно усилить так называемыми способами самогипноза. Вопрос стоит для чего? Как это можно использовать? Например, я очень часто использую самогипноз для того, чтобы быстро взбодриться, для того чтобы быстро получить энергию, получить силы. Вместо того, чтобы спать 8 часов, можно за 20 минут такого самопогружения можно очень даже хорошо восполниться ресурсами. Для чего еще? Самогипнозом можно заниматься для того, чтобы получать какие-то ответы из бессознательного. Чтобы получить какой-то внутренний ответ, какой-то внутренний импульс из бессознательного, можно погрузиться в транс. Вот, допустим, перед вами стоит какая-то серьезная задача, вы не можете на эту задачу найти решение. Для этого можно тоже использовать техники самогипноза, погружаться в транс и находить какие-то ответы. Также можно использовать техники самогипноза для того, чтобы получать эффект анестезии. Кстати, вот об этом я хочу отдельно поговорить, потому что когда человек находится в трансе, у него притупляются болевые ощущения. И вот это один из хороших таких, я считаю, эффективных способов использования самогипноза для того, чтобы получать анестезию, если вы испытываете какие-то боли. Например, вы можете погружаться в транс, когда находитесь в кресле у стоматолога, тем самым избавляя себя от каких-то неприятных ощущений. Кстати, напишите в комментариях, есть мысль записать такое видео-медитацию, точнее аудио-медитацию. Я ее наговорю хорошо, с внушениями, на расслабление и так далее, которое можно прослушать перед посещением стоматолога, чтобы уже в кресле у стоматолога вы могли расслабиться и получить где-то, может быть, даже, ну если не сказать удовольствие, то во всяком случае притупить ощущение боли. Напишите в комментариях, нужна ли такая медитация. В мире гипноза есть такое известное имя, которое звучит как Дэйв Элман. Уникальная история этого человека, он не был медиком, но он очень хорошо разбирается в гипнозе и в трансе. Он обучал медиков, и в основном это были стоматологи, хирурги и анестезиологи. И он обучал этих людей, этих специалистов способом быстрого наведения транса. Для чего? Для того, чтобы пациент быстрее получал анестезию, да, некую такую естественную анестезию с помощью транса. Потому что не всегда есть время на то, чтобы ввести какие-то обезболивающие препараты. И более того, есть противопоказания. Некоторые пациенты не переносят, да, препаратов. Тогда единственным способом, чтобы облегчить боль, является трансовое погружение. Также я знаю, что есть прям специальные обучающие курсы, когда обучают гипнотическим техникам и техникам самопогружения беременных женщин для того, чтобы они могли сами себя погружать в транс во время родов, чтобы роды проходили более безболезненными. Такая тоже практика существует. Точно так же и вы. Вы можете использовать... Ну, транс вообще на самом деле дает очень большой ресурс, и вы можете его использовать совершенно для разных вещей. Первое – это релаксация, быстро перезагрузиться. Второе – это поиск каких-то ответов внутренних для решения каких-то повседневных задач или не повседневных, даже глобальных задач. Ну и третье – это анестезия. Теперь небольшое упражнение, если вам интересно, как вы можете погрузиться в транс прямо сейчас. Смотрите, есть такая очень хорошая, простая такая карманная техника, которая особо ничего не требует. Вот вы находитесь там, где вы находитесь, и ваша задача – просто сесть, расслабиться, устроиться поудобнее и выбрать один предмет, который находится перед вами. Ну, допустим, вы сейчас смотрите с телефона или с компьютера на меня, и вы можете продолжать смотреть на меня. Допустим, смотрите в мой вправо или в левый глаз. Это не так уж и важно. Дальше, пока вы смотрите на меня, постарайтесь периферийным зрением увидеть еще два предмета – слева и справа. Вот я сейчас вижу лампу, которая светит на меня, и вижу еще картину, которая стоит справа от меня. И я уже понимаю, что я нахожусь в легком трансе. Дальше, когда вы смотрите на три предмета, один перед вами, пусть это буду я, и два предмета, которые находятся справа и слева от вас, вы можете обратить внимание на три звука, которые вас окружают. Ну, какие это могут быть звуки? Это может быть, например, звук моего голоса, звук каких-то проезжающих мимо автомобилей, если вы находитесь на улице, или если вы находитесь дома, звук за окном. И можно обратить внимание на звук собственного дыхания. Продолжайте обращать внимание еще на три аудиальных сигнала. И дальше вы можете обратить внимание на три ощущения в вашем теле. Обратите внимание на то, как ваши стопы соприкасаются с полом, обратите внимание на то, как ваша спина соприкасается со спинкой стула, и обратите внимание на ощущения в ваших ладонях. То есть, смотрите, с помощью этой техники можно легко себя погрузить в транс, и я думаю, что вы уже это ощутили. Какой здесь секрет? Секрета никакого нет. Мы задействуем три канала – визуальный, аудиальный и киноэстетический. Мы видим сразу три предмета глазами. Стараемся сразу обратить внимание параллельно на три звука и сразу на три ощущения. Вот и все. И вы уже погрузитесь в достаточно глубокий транс. Дальше вы его можете усиливать закрытием глаз и погружением в это состояние еще больше. Такое простое карманное упражнение, с помощью которого вы действительно можете усиливать свое состояние транса повседневного и получать еще больше ресурсов. Задавайте вопросы, обязательно пишите комментарии. Я напомню, что у нас на канале идет конкурс комментариев. До того момента, как мы наберем тысячу подписчиков, а это прям очень важно на сегодняшний момент, я буду анализировать все комментарии и те люди, которые мне больше всего запомнятся, один или два человека по комментариям, по качественным вопросам, те получат доступ на курс NLP практик, как только мы получим тысячного подписчика. Поэтому задавайте хорошие толковые вопросы и мы будем развиваться дальше. Напишите, пожалуйста, нужна ли вам такая медитация, о которой я говорил в середине этого видео. То есть, чтобы ее можно было прослушать перед посещением стоматолога и переносить визиты к врачу намного спокойнее. Возможно, у вас есть еще какие-то ситуации, к которым вам бы было хорошо получить какую-то медитацию с позитивными внушениями, чтобы вы могли прослушивать эту медитацию, ну, к примеру, там, перед полетом на самолете, хотя сейчас самолеты мало летают. Ну и так далее, есть же разные ситуации. Поэтому пишите, буду благодарен любым идеям. Если вам понравилось это видео, обязательно посмотрите еще другие видео на моем канале. Не забудьте поставить лайк, пролайкать все остальные видео, которые вы посмотрите, написать комментарий и обязательно подписаться на канал. Кстати, вот вспоминая еще одну историю, вот Дэйв Элман, он обучал врачей, стоматологов, анестезиологов быстрому наведению транса. И мне кажется, было бы здорово, если бы все врачи умели это делать. Потому что, я поделюсь одним примером, я сам был как клиент в кресле стоматолога, мне лечили зубы, что-то там делали, уже не помню. Но, как вы знаете, у нас в стране в поликлиниках много кресел в одном кабинете. И в соседнем кресле был мужчина, который очень боялся. Ему было за 50 лет, было прямо очень видно, что ему очень страшно и он боится то, что ему сейчас будут делать что-то с зубами. И что меня удивило, я прям сам кайфанул. Врач, который ставил ему анестезию, она такое ощущение, что она реально проходила курсы по гипнозу. Потому что, в то время, как она ему делала укол, она, во-первых, сделала легкий трансовый голос, она ему делала внушение на расслабление, она его просила расслабиться, она ему успокаивала, она говорила, что скоро совсем все закончится. И вы начнете себя чувствовать гораздо легче и так далее и тому подобное. Я вам честно скажу, я сам кайфанул, я сам погрузился в транс и даже забыл о том, что у меня там во рту что-то делалось. Поэтому было бы, конечно, здорово, если бы вы поделились этими видео со своими знакомыми врачами, особенно с теми врачами, которые непосредственно работают с пациентами, которые могут в этот момент испытывать боль. И если бы все врачи, особенно стоматологи, хирурги умели наводить транс, мне кажется, их пациентам от этого было бы только лучше. Дорогие друзья, всех обнимаю. Большое спасибо за просмотр. Ставим лайк. Пока-пока.